Суфлай Как мы уже все знаем, 24 февраля с утра начались военные действия в ЛНР и ДНР, что, естественно, буквально за одну ночь привело к тому, что рубль потерял свои позиции по отношению к другим валютам на рынке, но это и не является самым страшным. Скорее, больше меня пугает обвал индексов на Мосбирже. Ну, с тем, что доллар опять подорожал по отношению к рублю, точнее рубль подешевел по отношению ко всем остальным валютам, здесь примерно все понятно. По логике вещей все опять будет дорожать. Ну, вы понимаете, да, что в большинстве своем наши производители закупают сырье из-за границы, это ввозное сырье, поэтому оно будет продаваться по их курсу за иностранную валюту, мы здесь будем терять. Производитель ничего терять не будет, он, скорее всего, будет все это вкладывать в розничную стоимость продукта, поэтому, начиная от кальянов заканчивать табаками, скорее всего, все чуть по чуть будет дорожать. Не сразу, но мы это заметим в промежутке какого-то времени, скорее всего, точно. Но и это тоже не самое страшное, куда страшнее, на самом деле, снижение покупательной способности у нашего населения, потому что, судя по показателям Мосбиржи, нас ждет действительно период, когда мы должны будем затянуть свои пояса потуже. Ну, и как следствие, скорее всего, будет снижаться ВВП, при снижении ВВП мы знаем, что народ нищает, и, скорее всего, многие кальянные производители начнут удешевлять, возможно, свои продукты, делать какие-то более простые версии кальянов. Кальян-палки, возможно, будут больше производиться. Кальянные 90-е настанут. Ничего смешного, на самом деле. Но это мы понимаете, да, обсуждаем варианты удорожания продуктов и варианты покупательной способности населения. Но давайте не отбрасывать варианты, что вообще экспорт и импорт может действительно очень сильно пострадать в нашей стране, учитывая сложившуюся ситуацию и учитывая те санкции, которые собираются вводить западные державы по отношению к нашей стране, то можно предположить, что вообще аромки могут не ввозить на часть, да, будет запрет на аромки, запрет на то, запрет на все, и начнутся действительно большие проблемы, типа из-за того, что не совсем правильная политика, возможно, принята, начнут страдать и компании, находящиеся внутри этой страны, потому что у них просто не будет возновленного сырья для производства того, что они производят. Ну, короче, крах возможен. Но он всего лишь возможен. Не стоит, конечно, сейчас говорить, что все, нам всем хана. Я очень надеюсь на дипломатию и очень надеюсь на то, что все угомонится. Ведь по факту мы можем потерять действительно хорошие продукты. Много хороших немецких кальянов, много хороших американских продуктов есть на нашем рынке, и много хороших украинских продуктов есть на нашем рынке. Да, там, например, кальяны карма. Мне очень нравятся кальяны карма. По мне это реально крутые кальяны, деревянные, классные, с турецкими а-ля бразильскими блюдцами, очень клево. Фьюжн, клевый табак, достаточно интересно курился. 4,20 тоже неплохо курился. Суит Боус, интересные чашки. Татэн Хука, тоже интересные кальяны. Крис Кросс, офигенные аксессуары. Скай Хука. Скай Хука, тоже правильно, да, украинская компания. Тоже клевые кальяны. А еще Эмбри Хука. Точнее, Эмбри, у них вообще там столько всяких моделей, разные блюдца, накладки, щипцы, аксессуары. Они там вообще все, у них даже свое заведение есть. То есть можно, я думаю, еще, не один десяток там начитать, я думаю. Да там на самом деле большая куча производителей. Ну вы поняли, дело с импортом и экспортом тоже стоит очень остро. Все очень, думаю, переживают, сейчас волнуются. Уголь вообще сейчас перестали пока, в принципе, продавать дистры в России. Перестали его просто выдавать, потому что непонятно, что там с рублем. Они не знают, по какой цене вам его отдать, потому что не понимают, по какой цене они потом его будут покупать. Сейчас они вам отдадут его по актуальной нынешней цене, а потом этих денег, возможно, будет не хватить для того, чтобы произвести тупо банально закупку на те деньги, которые они вам уже продали. Ну вы поняли, да, типа купил, продал и не хватило опять купить. Ну бред. Сложившаяся ситуация также повлияет на самую крупную кальянную выставку в мире. Это Huka Club Show. Многие производители изъявили нежелание в ней участвовать. Непонятно, по каким причинам. Многие иностранные производители, возможно, тоже не захотят приезжать. Некоторые реально не захотят. Некоторые просто не смогут, возможно. Я не знаю точно, но знаю, что пока что выставка терпит потери. Это, естественно, плохо сказывается, но тем не менее я уверен, что она будет очень насыщенная, потому что количество выставляемых производителей все равно очень большое. Но, опять же, да, мы теряем стенды, мы теряем внимание, мы теряем возможность что-то новое попробовать из-за этой ситуации, что обидно. Да и в целом, знаете, это никому не на руку, потому что я считаю, что кальянная индустрия в России является передовой и действительно очень быстро развивается. А такие ситуации просто заставляют нас оставаться в состоянии стагнации и просто не развиваться годами. Это, я считаю, для такой быстро растущей индустрии просто недопустимые экономические условия. Хотелось бы обозначить нашу позицию к тому, что происходит во всем мире. Дорогие друзья, никогда не стоит забывать, что политика не является показателем межличественных отношений между людьми. Лично мне кажется, что всегда нужно начинать с себя и задуматься в первую очередь над тем, как так вышло, что два народа, которые ели из одной тарелки и жили бок о бок веками, смогли посоиться вследствие злых языков, находящихся по ту сторону океана. Вот об этом, мне кажется, нам всем стоит задуматься. Да и хочется, чтобы на самом деле все это поскорее кончилось, потому что... Ну, потому что это пиздец. Других слов я, к сожалению, подобрать не могу. Я не представляю себя, стреляющего в украинца. Так же и не могу представить, как в меня будет стрелять украинец. Это полное хуйня. Поэтому живите в мире, любите друг друга. Это самое правильное. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok